Привет, меня зовут Вика, я художник-иллюстратор векторной графики. И сегодня я хочу начать новую рубрику на этом канале, которая будет называться «Кинообзор». И не просто кинообзор, а кинообзор глазами художника, фильмов про искусство, про живопись, про художников, биографии художников и так далее. Я постараюсь сделать свои обзоры максимально полезными, то есть мы будем делать выводы, почему те или иные художники пришли к какому-то предпринимательскому успеху или не пришли, или как они нашли свой какой-то стиль и так далее. Будем анализировать и разбирать, кому могут быть полезны эти видео. Поэтому любым творческим людям, которые зарабатывают на искусстве, хотят зарабатывать или просто рисуют в свое удовольствие художником, фотографом, иллюстратором, видеографом и так далее, возможно, даже музыкантам будет интересно и полезно такое посмотреть. Ну и просто всем остальным людям, у меня, кстати, друзья смотрят иногда. Посмотреть кинообзор вы можете, если вы никогда не видели данный фильм, или перед просмотром какого-либо фильма, или после его просмотра. То есть я постараюсь сделать кинообзоры максимально самодостаточным, самостоятельным продуктом, который базируется на фильме, но как таковой связи с фильмом сильной не имеет. То есть максимально самодостаточным, чтобы это подходило наибольшему количеству людей, которые меня смотрят. Сегодня я выбрала для вас фильм 2014 года, который называется «Большие глаза». Сюжет написан на основе биографии художницы Маргарет Ульбрих, и речь пойдет о ее знакомстве с мужем Олтером Кином. То есть в этом фильме два супруга, оба художники, насколько у них разные, во-первых, жанры. Ну потом выяснится, что он не художник, но пока что он художник. Он притворяется художником. Эй, ваш хвост чист? Нельзя торопить вдохновение. Насколько разные жанры. Он якобы пишет картины с пейзажами, с улицами, и он в фильме объясняет, почему он так делает, то есть что он бывал в этих местах, у него какие-то впечатления связаны с этими местами. И она пишет портреты, такие нереалистичные портреты, что для того времени это уже что-то выбиющее, потому что писали фотореалистичные портреты. А почему глаза такие большие? Словно высохшие медузы. Это экспрессионизм. Она пишет девочек с большими мультяшными глазами. Прототипом образов становится ее дочка, и у нее тоже какие-то есть личные мотивы. Но у нее, обратите внимание, в фильме у нее четко читается ее стиль. Потому что под конец фильма, где она пытается что-то писать абсолютно другое, где она пытается продавать это под своим именем, все равно ее работы видно, что они принадлежат ей, что они подобного стиля, хотя и не такого. Кроме того, что на примере этого фильма можно посмотреть, как рождается стиль у того или иного автора, еще в этом фильме, вот чем он мне понравился, почему я с него решила начать. В нем очень яркое такое противопоставление мужчины, который предприниматель и бизнесмен, у него бизнес-жилка, с него можно брать пример. И женщины, которая художница, которая далека от всех этих вещей, которая толком не знает, как себя продать. Она там за три копейки готова сесть и в парке рисовать портреты и тратить на это свое время. И это, наверное, не совсем то, что она хотела бы делать, потому что работа в дальнейшем в собственном кабинете, в собственной мастерской для нее, вероятно, более комфортна. Иначе она бы от нее отказалась. Главное, наверное, драматическая линия этого фильма, что Уолтер присваивает работы своей жены себе, присваивает авторское право себе и реализует ее работы от своего лица, говоря ей о том, что женщина не способна продать картины и так далее. Эта тема феминизма там раскрывается, но мы не об этом тут пришли поговорить. Насколько неприятно автору должно быть, что его работы кто-то другой реализует от своего лица. Он реализует ее работы только потому, что он предприниматель. Насколько у него это хорошо получается. Он в этой области чувствует себя, как рыба в воде. Он понимает мотивы покупателей. Есть, например, сцена в начале фильма, где супруги сидят в кафе, и она ему говорит, что покупают то, что красивое. Покупают люди, вот там ценят искусство, покупают какие-то классные работы. На что он ей отвечает, нет, люди не хотят думать, люди не хотят ни во что вникать. Они покупают то, что просто. И в этом смысле он прав, и его идея актуальна вот эта до сих пор. Потому что сейчас вообще наступили другие времена, быстрая информация, да, когда за три секунды человек определяется, будет он смотреть это видео или перелеснет куда-то. И то же самое происходит с другими вещами, например, с искусством. Было искусство, а теперь у нас визуальный контент. И на стоках это особенно хорошо видно. Покупают, что покупают что-то простое максимально. Почему? Потому что конечный зритель, он хочет листать ленту и видеть в ней какие-то простые понятные вещи, где за три секунды понятно, что изображено и какой в этом смысл. Человек, который едет в метро с телефоном в руках, который хочет занять свой мозг, пока 40 минут едет от станции до станции, он не хочет вникать. А что там такое серьезное, глубокое и осмысленное? Среднестатистический, конечно, зритель. Я про всех ни в коем случае говорю. Люди покупают то, что им нравится. Ну, конечно, ты живешь в сказке. Люди не хотят ни во что вдумываться. И даже интересно проследить его предпринимательскую жилку, то есть предпринимательскую жилку Уолтера, насколько он умеет раздуть интерес, подогреть интерес к тому, что он делает. Мало того, что он забирает себе как будто бы авторство этих работ, продает их от своего лица, работ, которые нарисовала его жена, так он еще и придумывает какие-то схемы, что надо пойти там в то место, где они выставляются, подраться с владельцем этого места, просто договорившись заранее подраться, чтобы там пришли журналисты, чтобы журналисты об этом написали. И я считаю, что это и в современной эпохе будет работать, если вы готовы к этому, конечно. Кроме того, он придумывает историю, такую социально значимую историю, что для него эти работы. У него люди спрашивают, почему именно девочки, почему вы рисуете выводу взрослый, там зрелый мужчина, почему вы рисуете девочек несовершеннолетних с большими глазами, почему они такие грустные. И он придумывает историю о том, что эти девочки напоминают ему там грустных голодных детей, которых он видел там в послевоенное время. Чем закончится фильм и будет ли у главных героев счастье, я вам не буду рассказывать, потому что, может, все-таки посмотрите, чтобы было интересно. Я только лишь скажу, что у них дело дойдет до суда. И как художнику доказать в суде, что он автор этих работ, действительно автор, он их создал, он автор этого стиля, который легко узнается. Ну, я думаю, вы догадываетесь. Маргарет и Уолтер садятся рисовать в зале суда, и Маргарет рисует ровно то, что она умеет делать. Интересный сюжет, интересный, на мой взгляд. И очень хорошо фильм дает представление о том, чем отличается продажа картин от продажи, как бы, лицензии на картины. Чем продажа картин отличается от авторского права и что такое вообще авторское право. Вот эти все понимания в фильме, они так наглядно представлены. Еще интересный момент напоследок, когда Уолтер понимает, что у людей нет столько денег, чтобы купить оригиналы картины, он начинает репродукции, то есть просто напечатанные на принтере работы продавать, и это приносит ему хороший доход. Над ним там смеются, что да кто это купит, и в итоге покупают. И обратите внимание, и до сих пор люди так делают, покупают репродукции работ. Это тоже то, чему следует из этого фильма поучиться, и какие выводы сделать, что оригинальная работа стоит дорого, репродукция, напечатанная на принтере, в разном размере, в хорошем качестве, она стоит очень дешево, потому что вы можете неограниченное количество раз вашей работы размножать. Я стала программой этого пост с вашими овцами. Да, машина, никого. Все, на этом кинообзор закончен. Напишите, пожалуйста, обратную связь, я буду очень вам благодарна, как вам вообще такой формат, интересно ли, и какие фильмы вы хотели бы увидеть на киноразборе в дальнейшем. Также можете подписываться на мой телеграм-канал. Все, спасибо всем, пока!